друзья всем привет с вами санек сегодня изготовил ключ для двухсотого патрона выточил полностью самодельный из штока амортизатора квадрат тоже точеный здесь же вот нужный мне ключа не было это болт автомобильный который стоит не шестерки семерки там все заднеприводные автомобили на подвеске верхний рычаг держит через сайлентблоки он идет хороший крепкий был ранее проточены на самом болту чтобы руку не резали с этой стороны нарезал резьбу м14 шаг 2 закрутил гайку также и обработал потом газом ключом раскрутил вставил в ключ и закрутил обратно получился такой рычаг хороший крепкий болт на 14 ключ высокий до бабки передний не достает вот очень удобно крутить брать работаю с барабанами поэтому сделал такой высокий на самом деле он от края до края 15 сантиметров но так как токарный станок присутствует в кадре до 150 миллиметров как то так почему такой потому что со 160 вот такого плана ключ он меня неудобный вот он патрон снятый это вот его ключ такой же точный ключ идет на 125 патроне они абсолютно одинаковые что 160 что 125 поэтому сейчас буду изготавливать такой же ключ только под 160 патрон у них разные квадраты здесь квадрат 10 миллиметров здесь квадрат должен быть 12 но он почему-то 11 и 5 здесь я вытащил ровно на 11 казалось бы разница несущественная в миллиметр ну вот допустим этот ключ он гайка стоит кричит такой люфт имеет не знаю неприятный какой-то и плюс неудобный цепляешься рукой за борт когда стоят барабаны тормозные шкивы протачиваем вот это упирается в ребра я если зажимать барабан на 160 то ключ опускается еще не живут на уровне планшайбы то здесь вообще зазора нет что здесь что с этой стороны нет зазора абсолютно никакого чтобы вы понимали сейчас я барабан накинул покажу так вот накинул барабан ну ребра конечно тут печально и но в основном они целые но все равно их стачивать вершина ребра и если ключ стоит 160 то вот здесь это просто все дело упирается и никак не этот самый не повернуть приходится рычаг откручивать там сдвигать такую тебе здесь такая же петрушка мега неудобно с родным заводским этот ключ который я сделал он поднимается везде удобно подлезть сдвинуть рычаг побыристый приятный симпатичный ключик вот как то так сейчас буду делать для 160 вытащил золотовочку тоже взял и на здесь 150 миллиметров общий да здесь 170 миллиметров то есть именно для 160 чтобы они были одинаково вышины когда он встанет туда они будут абсолютно одинаковыми в принципе нужно визуально посмотреть будет сейчас вот так упру и они вот на одной как говорится выше не будут находиться почему так решил потому что я замерил свою шайбу переходную и она здесь 21 миллиметр ну 20 пускай плюс минус вот как то так ну не будем долго томить полностью ключ изготавливать не буду ну я имею ввиду сверлить вставить рычаг это понятное дело да нет ничего проще просверлить и поставить болт покажу как я делал квадрат может кому-то пригодится может кого-то начнется такой вариантик подбешивать всегда можно изготовить не обязательно покупать я хотел сначала купить сюда он стоит там конечно комских денег и не то что то что нужно может даже прийти вот такой неизвестно а так получаем то что хотим все снимаю барабан и ставлю заготовочку сейчас я вытащу квадрат прям на нем чем он еще удобен он работает не только верхнем положении ключ ну он не мешает ему ничего абсолютно работать и вот в таком положении и даже вот друзья вот в таком положении не мешает не цепляется не за рычаги не за что да то есть поставить вот так вот так вот допустим вращать мне удобно почему нет в общем раскрываю губерки друзья на челюсти да на этом на патроне и не зажимаю заготовочку вот таким вот прям вот как есть отложу на 2 так чтобы устойчиво было и смещаю ее на край как показать ну вот ориентируюсь ребро патрона и ребро самой заготовки проточена здесь пошли 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 не хотел сказать пошли сам по квадрату то же самое полтора сантиметра до 15 миллиметров и вот смотрю конечно грязь грязненько как бы показать это и снимать надо и это просто вот так вот выставляю ребро в ребро и зажимаем вот и все соответственно прижимаем заготовку сейчас зажму друзья заготовочку зажал вот как есть ну таким вот образом ничего страшного обороты тут небольшие теперь ставлю резец вот такого плана и вот им буду вот так вот и точить сейчас размечаюсь подвожусь как надо примерно смотрим примерно сразу много брать не нужно потому что можно я уже делал первый первый был проход у меня квадрат меньше положенного сделал лучше пройти один раз развернуть с другой стороны со всех четырех перемерить а потом подогнать его так как надо вот такие дела все сейчас поставлю камеру на штативчик суппорт обязательно фиксируем чтобы она была так как нужно и вот до этой меточки дотачиваю елки-палки ну ладно покажу второй проход забыл камеру включить в общем проточил друзья вот здесь вот так вот получается сейчас на втором понятно понятно будет как я делаю рассказывал рассказывал но тем не менее снимаю сейчас заготовку точнее не снимаю разворачиваю на 90 градусов как понять что 90 градусов очень просто так как резец имеет вылет по ним мы буду ориентироваться подвожу вот так вот сначала расфиксировать чем удобно то что слишком сильно зажим что можно сбоку подлезть патрон то вращается у нас вот так надаю натяг небольшой чтобы заготовка еще вращалась и и выставлю на резец проточкой вот так даже можно прижать и резец и проточку вот и поджать все повернул на 90 градусов также сейчас выставляюсь как мне надо все это дело сразу много брать не нужно сначала сделать квадрат потом уже перемириться еще раз примерно так фиксирую по анали все в ручном режиме камера включена включена а а а а а а а Расфиксировал и отъехал в сторону, тут же на ходу, потом только станок выключил. Так, есть еще одна сторона, не знаю, видно, нет? Вот она, и до нужной мне линии. Подъезжаю еще раз резцом, чтобы опереться. Расфиксирую, проворачиваю, также не забываю наблюдать вот сюда, чтобы ребро возле ребра стояло. Прижимаю, здесь она на резец по плоскости, прижимаю сюда и зажимаю. Сначала чуть-чуть, потом уже протягиваю. Все, третья сторона. Так, пауцы, не отъезжаю на нужное расстояние. Все, поехали. Развон стоит у меня 0,5, нет, 5, 5 секунд. Какой-то там, я не знаю. Плавный развон, потому что тяжелые запчасти, инерция большая, резко запускать не очень хорошо для станка. Все делаю в ручном режиме. Руками вращаю шпула. Даже чуть-чуть передал лишнего, увлекся. Ну, ничего страшного. И четвертую сторону сейчас, друзья, также пропустил. Разворачиваю. Ребро не забываю возле ребра, чтоб оно стояло. Ну, по крайней мере, приблизительно. Тут главное квадрат выточить. Но все остальное будет так, как нужно. Притягиваю и отъезжаю на нужную сторону. Размер, точнее, да, на нужный мне размер. Вот так вот. Все, поехали. До новых встреч. Субтитры сказали. так друзья она получился какой-то квадрат сейчас в мире и смотрим получается 11 миллиметров он получился такой же точно как и здесь а нам надо 10 вот мне нужно 10 миллиметр надо снять то есть с каждой стороны по пять десяток сейчас еще снимаю процедура та же самая на все четыре стороны подвел поджал вот так вот на резец опен соответственно не забываю поглядывать сюда чтобы она не сместилась более-менее чтобы ровненький получился местом индикация все это дело уже не настроена и снимаю добавляю пять десяток на сторону на нужную глубину разворачиваю также добавляю пять десяток и все все у меня будет говорится на мази вот как-то так все давайте сейчас пробегусь со всех сторон и посмотрим все друзья готова проверяем 10 на 10 отличный вменяемый квадрат сейчас проверим еще на патроне у нас качи садится то что нужно что там говорить я вам скажу даже очень замечательно садится сейчас его достану так друзья сейчас фасочку надо снять здесь вот такое с кругленицы сделать в общем зажму сниму вот так вот ребра чтобы они острые не были здесь можно над филечком эту остроту просто взять и пройтись но дальше посмотрим дальше посмотрим снял фаску этим же листом поменял просто сбоку зашел да еще здесь ранее сбил над фильком чтобы они острые не были даже лучше чем родной сиди сидит отлично можно чуть-чуть подрезать можно не трогать потому что три фрезеровки заготовка стояла со смещением от центра и имеются такие вот такие вот немножечко неровные скосы они ни на что не влияют если никому не говорить никто не заметит главное что в токарном патроне можно вытащить квадрат любого калибра любого размера никаких проблем все остается только просверлить поставить ручку и готовый ключ на мой патрон такой же друзья будет такой же вот как и я имею дупо выше не как и этот абсолютно вот мне нравится практически да они вот так уж он сидит в патроне да как то так так что ничего страшного ужасно не стоит тратить огромные деньги вот делов тут я не знаю ну полчаса полчаса делов и ключ готов всем пока с вами был санек скоро увидимся